Актуально В кавычках, так сказать Которые представляются сотрудниками банков, силовых структур и иных ведомств Под предлогом списания заявителя денежных средств Предоставляют ложную информацию И пытаются различными способами Заладеть банковскими реквизитами Либо получить доступ к личному кабинету В том числе в настоящее время используется очень много программ удаленного доступа Мошенники позиционируют это как использование программ Которые будут проверять ваш сотовый телефон на вирусы В Google аккаунте устанавливают приложения Такие как AniDesk, Rusdesk Это все программы для удаленного доступа После чего просят зайти в приложение банка Вне зависимости от банка Схема идентична во всех ситуациях Мошенники получают доступ к вашему сотовому телефону Доступ к экрану и могут производить различные манипуляции То есть войдя в приложение банка Мошенники пытаются различным способом блокировать действия уже заявителя нашего И осуществляют перевод денежных средств на те банковские счета На которые у них уже отлажена схема по выводу денежных средств Также очень распространена схема И очень актуальна сейчас Ввиду того, что начался строительный сезон так называемый в городе Люди через сайты различной интернет-площадки Авито, Юла Пытаются приобрести товары, услуги, различные стройматериалы Под предлогом приобретения товаров Люди связываются с мошенниками Мошенники очень часто выходят на связь уже посредством мессенджеров Ватсап, в переписках отправляют подложные документы, различные сертификаты и договора При получении таких документов человек, видимо, считает, что сделка состоялась И можно отправить денежные средства Но в этой схеме есть такой небольшой нюанс То есть денежные средства при переводе поступают не на счет организации А на физическую карту конкретного лица, то есть стороннего Как мы понимаем, такого происходить в принципе не может Также распространена схема на тех же сайтах Авито Когда мы сами продаем товар И с нами связывается потенциальный покупатель В таких случаях покупатель будет сводить, если он мошенник, все к тому, чтобы ему предоставили реквизиты банковские Будет пытаться различные изловки называть, что операция блокируется банком Что у него другой банк, который не может получить денежные средства без получения полного номера карты И входящий смс на номер, привязанный к этой карте Ну и, наверное, одна еще тоже из таких проблемных ситуаций у нас среди студентов Которые пытаются заработать денежные средства И ищут различные интернет-площадки для заработка, трейдинга так называемого То есть при поступлении различных сообщений о возможном заработке Они переходят по ссылкам, регистрируются на сайтах, где им потом тоже отвечают мошенники И пытаются ввести в доверие, рассказать им о большом заработке за короткий период времени И в таких схемах тоже денежные средства наши жители переводят на сторонние карты Которые потом в приложении денежные средства после ввода отображаются Но это приложение фиктивное, там можно указать любую сумму, любое количество средств и валюты То есть в это верить тоже нельзя И еще, наверное, фишинг тоже такой актуальный вопрос для молодежи Когда люди переходят по различным ссылкам В том числе пытаются какую-то небольшую выгоду для себя получить К примеру, подписку на бесплатную музыку ВКонтакте То есть человек получает ссылку, переходит по ней Для регистрации вводит свой логин и пароль Не подозревая ничего После этого никаких действий не происходит Платная подписка не получилась Человек забывает о данном событии Но через некоторое время у мошенников оказывается ваш логин и пароль После чего происходит взлом личного кабинета И от вас происходит массовая рассылка вашим друзьям, знакомым, близким С просьбой о переводе денег и средств В настоящее время банки у нас активно борются также с мошенниками Создают новые системы по выявлению различных переводов Когда действительно преступная схема работает То есть блокируют различные переводы сторонним лицам Если есть подозрения на мошенничество В таких случаях банк вам не перезванивает Он просто блокирует вашу операцию И присылает вам смс-уведомление о том, что Операция подозрительная, она заблокирована в настоящее время Если вы хотите разблокировать ее То необходимо позвонить по номеру банка И объяснить ситуацию оператору После чего, если вы действительно знаете то лицо Кому вы переводите денежные средства Или вы доверяете этому лицу То операция, конечно же, пройдет Но и мошенники и здесь находят ухищрение И просят вас не называть реальную причину перевода денежных средств человеку Либо под предлогом того, что вы действительно его знаете Либо что человек проверен Переведите денежные средства В таком случае банк не вправе вам отказать И он действительно сможет перевести эти денежные средства Но уже насчет мошенников Мошенники очень часто еще просят Чтобы вы при разговоре с оператором Не называли, что, ну такую схему придумывают Что нужно поймать так называемого мошенника Перевести денежные средства на счет сберегательный Либо на зарезервированный на ваше имя И при этом поймать того человека Который работает в банковской структуре Люди на это у нас тоже активно ведутся, так сказать И пытаются, как они понимают, помочь правоохранительным органам Органам банковских структур Но при этом сами попадают, как говорится, на эти деньги То есть денежные средства, которые получают мошенники Зачастую являются именно кредитными Они помогают, мошенники помогают вам Оформить кредит в личном кабинете Либо делают все это за вас Если вы не такой продвинутый пользователь Они могут вам все, что угодно рассказать Лишь бы завладеть денежными средствами Все сводится к тому, чтобы денежные средства были у вас похищены На максимальную сумму Ну и используют, конечно же, при звонках в WhatsApp Очень часто сейчас звонят, чтобы их было очень сложно вычислить Используют различные иконки центробанка Силовых структур Ну и так далее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!